Я просто селёдку в детстве чистил, но так, чтобы хвост менять на ноги, такого мне ещё не приходилось делать. Доктор, вы уверены? Смотрите, я тут нашёл неподалёку свежие ноги человеческие. Хотите? Да, давайте. Я быстренько пришью. Помогите кто-нибудь, меня мама бросила на вокзале. О, господи, какой ужасный малыш, кричит постоянно. Хочешь, я возьму тебя в царство, демона? Не надо! Ой, какой маленький. Блин, его кто-то бросил. Пойдём, будешь жить с тобой. Мама, пожалуйста, найди меня. Где ты? Посмотрите, кого я нам привёл. Ты что, человечки, детёрыш? Я есть хочу. Это человек. Я пойду тебе что-нибудь сейчас добуду. А ну, собака, уходи быстро отсюда. Ты что, хотел спорвать? Блин, не дают. Я тебе дам. Вот, смотри, молочко, у меня немножко есть. Я как раз скоро жду малыша, и у меня была с собой бутылочка. Пожалуйста, дайте мне покушать. Кушай. Спасибо вам большое. Будешь жить с нами. Мы тебя будем звать как? Так, ребята, шутим. Поехали. Доченька, ты нам принесёшь много золота, мы из-за тебя обогатимся. По-моему, мы переборщили чуть-чуть. Доченька, доктор, проверьте, что это такое. Сейчас мы проверим, проверим. Всё очень-очень плохо. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за три секунды? Раз, два, три. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Плохо. Надо что-то быстро сделать. Так, что же ей дать? Надо все органы попытаться... Так, давайте поменяем. Лёгкие, сердце, почки, фишки, мозг. Ничего нету. Вообще ничего. Извините, мне кажется, мы не сможем её спасти. И мы всё попробовали, но она не смогла просто. Что? Вы её не спасли? Не смогли. А как же мы теперь будем золото зарабатывать? Блин, она так добра была к ней. Я вас люблю всех. А мы так с ней плохо поступили. Жена, что же мы наделали? Мы убили свою собственную Витю. Я люблю красный. И я люблю красный. Ням. Он не любит красный. Ого, я порозовела. А я не люблю красный. Ня-с. Хорошо. Блин, придётся. Всё, приготовил. Розовая рогата. Друзья, сегодня мы в Аватар Гролл собираем пасхальные яйца. И нам нужно собрать их с вами 12 штук. Лера будет показывать на локациях, в каких местах находятся спрятанные секретные яйца. Давайте искать. Вот тут есть зоум-магазин. Так, здесь у нас яйцо в аквариуме с какими-то этими ящерицами или прочими всякими. Тут ещё на детской площадке за девочкой, если она у вас есть там. Если есть девочка, и за ней может быть яйцо. Ещё в шкафчике, в школе. Яйцо в правом нижнем ящике. В пекарне у нас ещё есть яйцо за такими... За чайниками? Да. Так, дальше где у нас? Пчёлки. У нас есть яйцо за яйцами. За нормальными яйцами? О май гад. За яйцами. Молодец, Лера. Яйцами вообще. Тут ещё на... А это какой-то плейграунд? Это детская площадка или чего? Да. Тут ещё возле кубиков есть одно яйцо. Потом есть одно яйцо возле зайца. За зайцем яйцо? Это мой друг. Это мой друг, да. Ещё в таком магазинчике есть яйцо возле... Цыплёнка. Цыплёнка, да. В больнице яйцо... В больнице есть яйцо за замком принцессы Ариэль. В аквариуме. Угу. И ещё есть на дереве. В домике на дереве. Возле груш. Возле груш яйцо. А ещё я умею хорошо балансировать, видите? Молодец. Клёво, не убейся. Ещё на дискотеке. В фитнес-клубе. В фитнес-клубе. За бутылочкой есть одно яйцо. И ребят, что же нам дадут? Интересно, за все эти сейчас 12 яиц. Давайте смотреть. Ещё за мороженое возле такого крема розового тоже есть. Ещё одно яйцо. И в лагере есть. В кемпе? А, это мы уже все их принесли. Принесли. Так, посмотрим. Выставляем. И что? И что? Сейчас кролик оживёт. Кролик, яйца. Какие тебе тапки дали модные. Вера, смотри. Ой, подсветок. И золотого зайца. И зайцы, которые шоколадные. Бесконечные. Полно, полно. Бесконечные шоколадные зайцы. Лера, смотри, попа слипнется. Не ешь много. Ой, зайцы торчит из кумбочки. В лес в цветочки. Вот ещё есть такой зайцы. Супер мягкая игрушка. И поставим ему одно яйцо. Красивый такой зайец. Друзья, поддержите лайк. Если вы ещё не поставили. Спасибо за ваши пальчики вверх. Очень нам помогают. Что случилось, Лера? Больше такое яйцо. Тут пропал котёнок. Давайте его найдём быстрее. Пропал котёнок-уголёк. Нужно его найти. Он весь чёрненький. Я тебя нашла. Вот он. Куголёк? Да, это я. Окей, хорошо. Будем знакомы. Ребята, следующая наша история. Поехали. Я так хочу выбраться отсюда. Почему мне было суждено быть русалкой? Надо посмотреть. А, папа, смотри мыльные пузыри. Лови, сынок. Папа, ты мне в глаза попал. Только маме не говори. Ой, кто это? Блин, я тоже хочу такие себе ноги. Чтобы я могла ходить и играться, как они. Вау, клёво катимся. Там русалка была, ты заметила? Там мне показалось, что глючит. Ну, наверное. Я тоже хочу на серфборде кататься. Но я вообще не могу даже на него встать. Потому что я такая скользкая рыба. Так, блин, я вообще... Мне нужны их ноги, чтобы я могла нормально жить. Почему мне так осталось? Как покатаемся на скейте. Так, скушаем сладкую вату. Ребята, будете сладкую вату? Нет, мы будем лучше хот-доги. А можно мне вот тот банан в форме сосиски? Хорошо. Проходим, тусуемся. Слушай, это так прикольно в парке. Мне нужны эти ноги. Я тоже хочу ходить, как они. Я хочу жить нормальной жизнью. Они вот тут под водой. Что это такое? Доктор Сергеон. Так, это наша хирургия. Добро пожаловать. Самая лучшая пластическая хирургия в нашем подъезде. Дорогушенька, что-то у вас с носом не то. Сейчас мы вас померяем линейкой. Вы хотели бы поменьше или побольше, скажите? Я хотела бы поменьше. У вас точно хорошая клиника? Лучшая в нашем доме. Честная, пионерская. Так. Потому что единственная. Ла, ложитесь. Сейчас мы будем вас... Так, нужно взять, наверное, пилу побольше. Я не знаю, такой первый раз нос вижу, охранный. Надо его чуть-чуть подпилять. Подпиляли? Ну что? Итак, берите зеркало. Операция прошла успешно. Мы вам вырастили новую классную синюю шапку. Шучу. Мы вам нос подровняли. Ой, звонит кто-то. А, звоните нам. Это была реклама. По номеру 555-332-222. Мне нужно к нему ходить. Может быть, он мне поможет сделать ноги. Но у меня вообще никаких денег. Непорядок. У меня есть идея. А что, если я устроюсь на работу? Ну, кто же возьмет русалку? Это будет очень странно. Ну, хотя, можно кого-нибудь найти. Так, ну что? Как дела в нашем аквариуме? Что, пойду прибыль заберу. Какая сегодня выручка? Знаете, босс, что-то как-то не густо. Посетителей как-то было очень мало. Почему так мало денег? Что случилось? Почему наш аквариум такой непопулярный? Ну, мы потеряли популярность, потому что люди больше хотят в кинотеатры ходить там. Но не хотят смотреть на наших одних и тех же рыбок. Короче, у нас скучно и душно. Надо что-то придумать. Так, надо придумать, как нам обогатиться. Как вернуть посетителей в наш аквариум. Мистер! Да, я вас слушаю. Работа есть? Фига, русалка. Нет работы. Я тут просто раков ловлю. Ладно. Хочешь, тебя поймаю? Нет, не надо. Я пас. Кар. Ты сама-то кар. Ты чайка. Не надо карать. Так, ну что? Нам нужно придумать, как нам привлечь. Алло, откройте. Привет. У вас есть работа для меня? Да. Кто? Русалка? Да, конечно. Это наш шанс. Сто процентов. Начинаем прямо сейчас. Ты взята на работу. Окей. Здрасте. У вас как шоу Русалочки? Там, да, говорят, Арейель показывают там всякую там эту. Андер Доси. Андер Доси. Какая прекрасная песня. Посмотрите, как я умею офигенно делать ракуши. Обалдеть. Это самое лучшее шоу, которое только было. И все свои деньги на тормозки школьные все принес, чтобы этой русалочке. Ой, посмотрите, какая у меня маленькая русалочка есть. Еще и собачка. Давайте, давайте, Миша, свои деньги. Это, это, как его, крампет или кто? Нет, это мой Себастьян. Себастьян? Да. Бегай себе, у него морская корова радужная. Это похоже на крафт-корн из этого. Так, ну что, что у нас сегодня с доходом? Девочка с, это, с многом на голове, что вы тут делаете? Босс, сегодня прям супер доход. Мы сегодня сорвали джетпот просто. Эта русалка нас озолотит. Здрасте. Короче, вот твои деньги, я тебе добавлю еще чуть-чуть слегонца сверху, если ты помоешь нам аквариум изнутри. А то мы его никогда не мыли, и тебя плохо видно, а зрители жалуются. А, окей, хорошо. Да, вот тебе тряпочка, голубушка. Ля-ля-ля, помой аквариум, смотри. Только тут как-то пенится странно, ну какая-то все. По-моему, так, ребят, давайте я вам расскажу историю. Вот тебе еду, вот тебе еду. Ой, можно ты тут лучше покормишь вместо истории, Ариэль? Да, конечно. Нам еще никогда не давали еду изнутри, нам обычно просто сверху все бросают. Ну, я о вас буду заботиться и любить. Слушай, классно, нам с тобой так здорово. Так вот, бери свои деньги, мы ждем тебя завтра. Приходи, не проспи, не прозевай. Хорошо. Так, надо складывать свои деньги и накопить наконец-то на эту операцию, чтобы я смогла ходить как нормальный человек. Так, все, тюлень, следи. Я вообще не могу следить, а ты следи. Да, понятно, все с тобой. Ну, а следующий день? Итак, я еще заработала денег, может быть, у меня скоро накопится наконец-то. Да что ты заходишь? Короче, спи, все, следи, пока. И еще один день прошел. Я еще заработала. У меня скоро вообще, я очень близка. Может быть, я скоро заработаю наконец-то. Все, спасибо. Так, все, на сегодня закончили, вот твоя зарплата. А можно я недельку отдохну, пожалуйста? Чего? И нет, я все билеты продал. Мы не можем такое себе позволить. Блин, ну ладно, ты так хорошо заработала, помогла раскрутить аквариум. Отдохни недельку. Так, что ж мне делать? Чем же занимать теперь зрителей? Они же уже все билеты купили. Так, все. Теперь у меня достаточно денег, чтобы пойти на эту операцию. Алло, доктор, алло, алло. Поднимите. Пожалуйста, я знаю, что час ночи, но поднимите. Да, я вас слушаю. Самая лучшая хирургия восьмого подъезда. А вы можете поменять этот хвост на ноги, пожалуйста? Чего? Серьезно? Ага. Приезжайте завтра. Конечно, сможем. Спасибо. У нас лучшая пластическая хирургия района. Или дома, или подъезда. Ну, потому что он единственная в этом районе. Ну, понятно, все с вами. Хорошо, здравствуйте, я приехала. Так, вот наша новая клиентка. Делаем наркотик. Мне наконец-то делают ноги, наконец-то, наконец-то. Засыпай уже потом. Да, я делаю. Слушайте, ребята, я такой первый раз сделал. Надо, наверное, взять пилу побольше. Я прям не знаю, я просто селедку в детстве чистил. Но так, чтобы хвост менять на ноги, такого мне еще не приходилось делать. Доктор, вы уверены? Смотрите, я тут нашел неподалеку свежие ноги человеческие. Хотите? Да, давайте. Я быстренько пришью, пока наркоз не прекратил действовать. Надо какой-то, что ли, переход сделать. Может быть, там и юбку надеть или чего. Так, все. Операция прошла успешно. Самая лучшая клиника в нашем подъезде. Спасибо вам большое. Да, не забудьте, голубушка, сказать, что вы делали себе эти прекрасные ноги. Вам, кстати, нужно неделю пройти реабилитацию и не сильно наглупаться. Хорошо. Вот вам костыли. Все рекламируйте нашу клинику в этом подъезде. Рекламируйте, да. Да, конечно. Вы уже ее рекламируете по всем телевизионам. Так, ну что, операция прошла успешно. Ты имеешь свои ноги. И ты можешь теперь сама уйти отсюда. И, кстати, ты можешь дышать обычным воздухом. Ура, это так офигенно. Я всегда мечтала. Я смогу на такси уехать. Здравствуйте. Здрасте. Офигеть. Это я пришла. Это ты пришла? Я готова работать опять. Что? А у тебя хвост? Почему ты с ногами? Ну, у меня была пластическая операция. Как так? Нет. Таких девочек как-то я могу полную улицу набрать. Нет. Мне нужна ты с хвостом была. А, пожалуйста, не надо меня отгонять. Все, я не хочу с тобой больше водиться, ты уволена. Убирайся и не приходи. Окей, пока. Я пойду на еду еще одну работу. Пока-пока. Блин, мой бизнес провален. Так, нужно поспать. Ты так прикольная, когда я уже наконец-то без этого хвоста и могу спать как нормальный человек. Слушай, а ты у нас тут новенькая, так на скете катаешься. О, ты на дискотеке вообще. Надо потанцевать. Я наконец-то могу танцевать, а не просто как селедка лежать на полу и не знаю, что делать. Можно, могу одежду себе купить. Тут так много всего прикольного. Я могу дышать воздух, а могу ходить на самом деле наконец-то. Ходите, мы вам сделаем спа-процедуру для ваших прекрасных новых ног. Да, пожалуйста. Или там, чтобы вас рыбки пообглодали маленькие. Вот эти, знаете, такие. Спасибо, мне такое уже делали. Надо покататься. Мне тут тут нравится. Тут так... Слушай, ты так клево на лыжах катаешься. Ты что, прям училась, занималась? Нет, первый раз. Голыбушка, зачем ты мне цветочки обрываешь на полянке? Ну подождите, тут такие прикольные. Я сейчас полицию вызову. Да подождите, вы тут так прикольные. Я хочу букетик сделать. Такая странная девочка прям у меня. Все цветы потоптала и уехала на лесопедике. Ой, это... Здоровченка. Ой, привет. Что, давай, может, познакомимся? Классные цветы и классный велик. Поехали вместе. А я, короче, огурцы... А, это арбузы оказались. Ладно, запьем кефирчиком и пойдем вместе в туалете посидим. Как тебе такая идея? А как хочешь быть моей девушкой? Ладно, ты пока постой подумай, я пойду за цветочком схожу. Ну что, теперь ты хочешь быть моей девушкой? Третий раз не предлагаю. Хочешь быть моей девушкой? Да, давай. Прошло некоторое время. Вау, у вас прекрасные близняшки. Ура, у нас близняшки. Как так быстро-то, господи? Мы только на великах познакомились. Ну, это было давно. Прошло много-много-много времени. Блин, ну это слишком очень маленькая комната, где мы не сможем расти тут близняшек. Хорошо, пойдем купим нам новый дом. Здравствуйте, агент по недвижимости. Мы хотели бы себе новый дом. Вы пришли по адресу. Хорошо. Так, какой бы вы дом хотели, можете выбрать. Вот за мной там картинки на стене. А, окей. Выбирайте. Пусть ваша красноволосая девушка выбирает. Это не девушка, это жена. Ну, дорогая, есть мысли. Мне нравится вот тот, третий. Блин, он самый дорогой. Возле моря. У тебя губа не дура прямо, вообще молодец. У меня, мне нравится возле моря, спасибо. Хорошо, мы выбираем возле моря. Оформите, заверните. Вы должны сначала его посмотреть, понравится ли он вам. Хорошо, хорошо. Слушай, прикольно. Так, это у нас кухня и гостиная. Ой, как тут прикольно. Блин, так просторно. Это у нас спальня с прекрасной, огромной раковиной на балконе. Вау, мне тут так нравится уже. Дорогая, тебя что-то прям к воде тянет, я заметил. Ладно, все. Да не, это просто нормально. Нам все понравилось, мы берем. Оформляйте сделку. Вот вам, пожалуйста, подписываем контракт и все. Да, подписываем контракт и вы можете въезжать в ваш новый дом. Ура, наконец. С раковиной на балконе. Спасибо. Я моя подпись. Блин, дорогая, что-то мне никак глаз открыться не может, не могу понять. Ключи. Бывает, дорогая. Все, пойдем. Блин, дорогая, так и не открылся. Так, ну что, ты пока обустрой, а я посижу на диване. Да, может, мы устроим вечеринку. Ой, вечеринку, отличная идея, супер, зови всех своих гостей. Хорошо. Кстати, хоть познакомлюсь с ними, а ты даже не знаю, с кем ты там хороводишься. Здравствуйте, пожалуйста, приходи, сегодня у нас вечеринка такая. Так, все, нам нужно что-то приготовить, быстро. Давай готовить. Ой, привет, привет, привет. Так, и что там у тебя? О, какие у тебя вкусные морские угощения. Похоже, кстати, на дом русалочки. Нет. Ты никакого отношения не имеешь к русалочке? Потому что у тебя стаканы с морскими звездами, пирожные с кальмарами и какие-то торты с креветками. Нет, это традиционно. У тебя даже лимонад с медузой внутри. Что? Все нормально. С каких пор? А, давайте фотографии. Да, давайте фотографии. Давайте. Это наша первая встреча, как мы познакомились. Серьезно? Да, я ехал, короче, огурцы вез маме, а потом оказалось это арбузы. Я предложил ей встречаться, попили кефир и сидели в туалете. Ой, как это мило. Очень была веселая история. Love story. А это мы, а это мы где, дорогая? Это мы на свидании, когда ты мне сделала предложение. А, на первом свидании, да, и тогда у меня глаз закрылся, а с тех пор не открывается. Да. Да, я так ей подмигнул, что залип forever. Вот кольцо. Что будете кушать? Ой, дорогая, ты как обычно себе морепродукты заказываешь. Ну, а мне лука с чесноком и немножко пельменей. Ой, это у вас такой заказ смешной. Можете, пожалуйста, сфотографировать? Да, конечно, вас сфоткать, это одно удовольствие. Таких странных я еще не видел. Ура! Так, это было очень красиво. Дорогая, а это где мы, ты не помнишь? А это наша свадьба была. Свадьба, едите, я забыл. Не, блин. Именем вот этой девочки маленькой объявляю вас с мужем и женой. Спасибо. Можете поцеловаться. А я можно вам на гитаре поиграть. Да, хорошо. Дорогая, смотри, это два кольца кальмара, как ты и просила вместо колец. Спасибо. Надень их на пальцы или на голову. Не надо, на голову. Хорошо, давай на пальцы. Странно, у тебя шкатулка в форме ракушки. Дорогая, ты что-то постоянно всю морскую тему у нас используешь? Такое бывает, сфоткайся. Так, вы такие милые, такая сладкая пара. Спасибо, ну, может, в стаканы нальете что-нибудь или так с пустыми сидеть и будем? Да ладно, по-моему, вам уже пора. Очень классная история, спасибо. Пожалуйста, все, мы увидимся уже под дачу. Пока. Слушай, а у тебя друзья такие прикольные? Очень. Один год спустя. Попшикань, попшикань. Дорогая, дорогая, мне кажется, что тебе как бы пора родить. Уже 9 месяцев прошло давно. Уже даже год прошел, а ты все никак не рожаешь. Блин, почему они не рождаются? Все мои мальчики, почему они не могут родиться? Алло, кто звонит? Да, 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 алло, я вас слышу. Что хотели? Оху поднесите, пожалуйста. Да, да, да. Вечеринка на бассейн? Да, вечеринку предложила вас приезжать. Ну, я сейчас не могу плавать. Не можешь плавать? Ну, постоишь, покараулишь. Хорошо. Хорошо, окей. Дорогой, нас пригласили на вечеринку. Да ты что, в бассейне купаться? Ну, ладно, поехали. Ой, ты что, беременна опять? Нет, это просто первая беременность. Как ты что, как, а как так получается? Магия! Почему ты до сих пор целый год не родила? Это классно, у вас тут в бассейне, девчонки. У вас такие матрасики фламинги, уточки. Можно я вас покатаю? Эй, эй, ты что, ты что, дорогой? Нет, нет, они просто попросили покатать, и матрасы сдуваются, я им поддуваю. Ага, конечно, отойди от них там. Вау, ловите бомбочку. Что вы делаете? Пиу, 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 пиу. Ха, ты от нас не пытаешься, и нам придется тебя искупать. Да ты нафиг нет! У нас в бассейне вечеринка купаться будут все. Зачем вы это сделали? Чтобы сделать, мне нельзя было купаться. Она, вообще, беременная в положении уже на, я не знаю, на 12-13 месяце. О, Господи, мне кажется, я рожаю. Что, что, как, как? Водешу прям сразу? Да, рожаю в воде сейчас. Вот это нас на бассейнную вечеринку пригласили. Мы не знали, что мы тут рожали. Один! Один. Это второй, второй еще. У нас семишка. У нас еще второй. Вау. Жена, Ариэль, ты мне не хочешь ничего объяснить? Что это такое? Что, что объяснить? Почему фиолетовый хвост у него рыбий? Что это? Откуда он взялся? Ничего. Так, дорогая, объясни мне, пожалуйста, почему ты родила этого монстра? Это не монстра, дорогой. Я тебе никогда не говорила, но я на самом деле была русалкой. Кем? Я раньше была русалкой, но потом я увидела рекламу этого хирурга и решила к нему сходить. И он мне сделал ноги вместо хвоста, и вот так вот я начала ходить. Но я думала то, что у меня не родятся русалки, но оказывается, генетики все еще есть, поэтому у меня родилась русалка. Папа, ты мне лгала все это время. Я тебя не лгала. Ха, слушай, брательник, а ты вообще когда-нибудь со своего тазика вылазишь? Да нет, нет, нормально. Нормально, слушай, может быть, какой-нибудь пранк тебе прикольнуть? Не надо! Возьму немножко средства для мытья посуды. Что ты делаешь? Любишь, Ферри? Мы тебя сейчас покупаем. Зачем? Что ты делаешь? Ты так же равно ног нету, никуда ты не убежишь. Что ты делаешь? Мы тебя отмоем, и ты будешь самой чистой селедкой нашей квартиры. Почему ты такой злой? Что ты закричу? Что там, Руссия? Подожди, что тут такое? Что ты делаешь? Я его решил немножко покупать. Не надо, зачем? Что, а как зачем? Сын, пойдем быстрее. Потому что он грязный. Мама, пожалуйста. Так все, я тебя отнимаю. Что твой брат вообще сделал? Сын, слушай, ты классно придумал. Вот это ты франк сделал над ним. Вообще, я помыл его шампунькой. Он вообще с пятнышками покрылся. Пошли в PlayStation играть. Давай я тебе подаю там водички чуть-чуть. Но я больше не хочу тут жить. Сын, я знаю. У меня есть место, где тебе больше понравится, чем тут. Давай я тебе покажу. Это как, место, где мне больше понравится? Ты серьезно? Да, вот адрес твоих, короче, бабушек и дедушек. Иди, найди их. И будешь жить с ними. Только, пожалуйста, приходи к нам там. Навещай нас там часто, пожалуйста. Я за тобой буду скучать. Ну, удачи тебе. Пока, мама. Ты как русалку в море отпустили? Пока, мама. Так, все, баба. Ой, что это за русал? Мы такого не помним. У нас такого мальчика с красными волосами не было. Привет, рыбы, бабы такие. А вы не знаете, где русалочная гора? А, где живет наша, самое главное, свита царская. Так, проплывай туда. Дальше, дальше по течению. Привет. Привет. Йоу. Мальчик, ты потерялся? Нет, я это, ваш внук. Как так? Внук наш? Ага. Слушай, мы дочь потеряли, у нас пропала без вести. Мы не знаем, где она. А ты ее сын? Бабушка, дедушка. Серьезно, слушай, ты так на нас похож. А что же случилось? Моя мама сказала, чтобы я с вами пожелала. А она, наверное, она всегда мечтала жить с людьми. Ну, хотя бы она нашего внука спустила к нам в океан. Друзья, вот такая вот сегодня история. Поддержите лайк. Смотрите все видео на всех наших каналах. Валеришка Макс. Максим, Плей, Геймс и Фэмили. На наших новых каналах Влад и Лера играют. Влад и Лера, Валерик это, Валеришка лайк. Все ссылки в описании под роликом. Переходите. Мы вас очень любим. И стараемся только для вас. Потому что вы на самом деле. Самые лучшие. Всем пока-пока.